МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газовое оборудование все платят одинаково, по 23 рубля в месяц квартиры. С нового года для каждого дома установят свой тариф. Разброс от рубля до трех рублей за квадратный метр общей площади. Так что рост значительный. По обслуживанию изменится только для населения цена на обслуживание групповых и ВДГО. Это внутридомовое газовое обслуживание. По каждой управляющей компании, по каждому дому цена будет разная. Красноярский райгаз рассчитывал за отраты по каждому дому индивидуально. Это зависит от длины трубопроводов, количества головок, количества вводов. Причем новые тарифы должны утверждаться на собраниях собственников жилья. И в некоторых домах жильцы уже высказались против повышения платы. Если собственникам многоквартирного дома не будет принято решение принять те тарифы, которые сегодня расчетно обоснованы Красноярск райгазом и предоставленные нам со сметами и так дальше, подтверждающие расчет, просто газоснабжение будет приостановлено на этих домах. Фактически людей загоняют в угол. Либо плати больше, либо останешься без газа и без горячей пищи. Ведь газифицированные дома не рассчитаны на установку электроплит. Проводка просто не выдержит высокой нагрузки. Так что в протестующих домах будут проводиться повторные собрания жильцов. Красноярск райгаз на сегодня уже залил голубое топливо в газгольдеры 60 абаканских домов. Всего в Абакане полторы сотни газифицированных домов. Остальные будут заполняться пропаном по мере необходимости. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Четкая цифра. Обновленный стандарт вещания цифрового телевидения обещает телезрителям Хакасии принципиально качественное изображение. Параметры вещания изменились уже сегодня. И для того, чтобы поймать сигнал, абоненты должны самостоятельно настроить приемники. Стоит отметить, новый бесплатный стандарт телевещания в России запущен лишь наполовину. Он включает в себя 10 каналов. В следующем году будет запущен и второй мультиплекс. В Хакасии к цифровому телевидению уже подключились более 450 тысяч абонентов. По мнению специалистов, в первую очередь оценили ТВ-новинку жителей районов. Жители отдаленных населенных пунктов раньше просматривали 1-2 канала телевизионных. Теперь имеют возможность просматривать порядка 10. Примерно с нового года планируется ввести второй мультиплекс, благодаря которому жители нашей республики смогут просматривать не 10, а уже 20 цифровых каналов. Жители домов по улице Ленина в Черногорске жалуются. В их домах, недавно отремонтированных, электропроводка не рассчитана на большую нагрузку. Современная бытовая техника здесь просто не работает. Не хватает мощности. Энергетики не один год обещают все исправить, но ВОЗ и ныне там. Репортаж Елены Крыловой. Единая Россия предлагает создать при региональных законодательных собраниях экспертные советы. Как ожидают авторы проекта, на базе советов можно проводить так называемые нулевые, гражданские чтения законопроектов, о которых говорил президент России в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Экспертный совет будет постоянно действующим консультативным органом и получит право проводить экспертизу общественных инициатив, а также готовить предложения по усовершенствованию правовых актов. Членами совета не могут быть государственные и муниципальные служащие. Его состав утверждает спикер парламента после обсуждения кандидатов депутатами. В Минусинском районе произошла авария, в которой погиб 35-летний мужчина. Транспорт двигался из деревни Большая Нечка. Все случилось буквально на ровном месте. Водитель, 35-летний житель Минусинска, предположительно превысил скорость и не справился с управлением. Корейский микроавтобус пошел под откос. Серьезные травмы и переломы получили пассажиры, среди которых 14-летняя девочка. Все они госпитализированы. Сам водитель до больницы не дотянул, скончавшись в машине скорой. Автоинспекторы выяснили, что мужчина сел за руль без прав. Срок его удостоверения истек еще год назад, который он так и не обновил. Инспекторы также считают, трагической смерти водитель мог бы избежать, пристегнувшись ремнем безопасности. По данному факту будет проводиться расследование, будет установлено, находился ли водитель в состоянии алкогольного приедения, либо нет. Ну и пассажиры, как бы человека уже не привлекешь, в связи с тем, что человека уже нет, то есть из-за того, что пассажиров привозил непристегнутыми. Восемь пожаров произошло за минувшие выходные по всей республике. В Абазе в ночь субботы на воскресенье двоих человек пожарные спасли прямо из горящего дома. Крыша двухквартирного частного дома загорелась в три утра. На момент прибытия пожарных кровлик полыхало уже на всей площади, почти в сто квадратов. Двое жильцов не смогли самостоятельно выбраться из задымленного помещения. Пожарные вытащили их через окно. В госпитализации люди не нуждались. Дом отапливался с помощью печки. Нарушение правил ее эксплуатации стало причиной пожара. В минувшие выходные в Абакане юные таланты соревновались за право участия в конкурсе «Утренняя звезда». Отбор проводил сам Юрий Николаев. Наш корреспондент Юлия Константинова побывала и за кулисами, и в зрительном зале. Я уверен, что каждого исполнителя вы будете встречать громом аплодисменты. Открывая конкурс, Юрий Николаев задал тон. Создал совсем не конкурсную атмосферу, а праздничную, отметив. «Утренняя звезда – праздник». Праздник – открытие новых талантливых маленьких звездочек, которые, возможно, через несколько лет будут блистать на российской сцене. Жене Берши из Копьева всего 7 лет, но держится уверенно. Рассказывает песню «Птички на дом на колесах». Выбрал руководитель не случайно. Во-первых, озорная по возрасту, во-вторых, показывает диапазон, да и цирк на маленького вокалиста произвел впечатление. Мне в Красноярске очень цирк понравился, и мне очень было приятно эту песню исполнять. Вот у меня вот вообще прям волнения не было. Это для меня было, это как сюрприз такой. Сюрприз удался. У конкурсанта диплом лауреата второй степени. Неплохо, если учесть, что заниматься вокалом начал всего полтора года назад. Впрочем, есть перспективы практически у всех участников конкурса, ведь каждый, кто выходил на сцену, уже победитель. А мнение жюри весьма условно. 12 лет, делится Юрий Николаев, выбрать лучшего из лучших было для автора «Утренней звезды» самым сложным. И самой большой радостью – возможность пригласить понравившегося исполнителя хотя бы в качестве гостя передачи. Сейчас такой возможности нет, поэтому каждое обсуждение кандидатов на гран-при похоже на сражение. В жюри у меня сидели звезды, ну, не буду перечислять, но все. И подходили ко мне и спрашивали, Юр, ну кому поставить пять, кому четыре? Я говорю, расслабьтесь, ради бога. Вот расслабьтесь и получите удовольствие. Кто вам больше понравился, не думайте почему. А вот кто больше понравился, поставьте пятерочку. Кто меньше, ну, там четверочка. Все. Я говорю, да, только вот первое восприятие. Это, я считаю, что это правильное решение. У нас в Хакасии отмечает народный артист России на высоте хореографии. И народная, и эстрадная. Чувствуется, что из школы системная работа с детьми неплохой вокал, а фольклор просто потрясающий. Поэтому прозвучало предложение представить проект «Утренняя звезда в Хакасии» на столичных площадках в полном объеме. Коллективы, исполнители, москвичи взяли, что называется, на заметку. И есть шанс, что пригласят участвовать в фестивалях и конкурсах другого формата. А что касается «Утренней звезды», награды получили все участники. А гран-при не дали специально, оставив за собой право, после оценки видеоверсии финалов во всех десяти регионах России, отобрать самые интересные номера и самых перспективных исполнителей. Так что имена приглашенных в Москву наших маленьких земляков мы узнаем лишь в конце апреля. Юлия Константиновна, Владислав Кустовой, 200 Хакасии. Символ наступающего года сегодня вполне материально напомнил о себе столичным жителям Хакасии. Небольшой табун из пяти лошадей, предположительно тувинской породы, пасся прямо на площади перед спорткомплексом Абакан. Заметили мохнатых животных на газонах горожане еще утром. Людей к себе близко, кони не подпускали. Но и покидать площадь тоже, очевидно, не собирались. Кому принадлежат совраски, выяснить так и не удалось. Сотрудники ипподрома пояснили, что к беспризорному табуну не имеют никакого отношения. Добавили, что все особи взрослые. Вероятно, принадлежат кому-то из жителей частных домов. Хотя внешне животные выглядят недостаточно ухоженными. Ветинспекции республики отметили, хозяину этого небольшого табуна за нарушение правил содержания сельхозживотных будет грозить штраф. Стартовая величина 500 рублей. Саэн и Хакасия успешно завершили игры первого этапа первенства России. В воскресенье команда провела последний в этом году матч с красноярским Енисеем-2. Предыдущая игра в субботу окончилась со счетом 7-2 в пользу абаканской команды. В воскресенье команда вышла на лед полной решимости. Игра получилась напряженной. Подопечные Виталия Лозицкого постарались сделать все, чтобы остановить лидера. Если в первой встрече хозяевам это удалось довольно легко, то во второй все было не так просто. Обе команды имели шансы добавить по три очка в свою копилку. Но ничейный результат стал, по оценкам многих специалистов, вполне закономерным. Итог воскресной встречи 5-5. По итогам 2013 года абаканский хоккейный клуб занимает в турнирной таблице уверенное второе место, уступая всего 4 очка лидеру Енисею-2. И на 10 очков опережая ближайшего преследователя Кемеровский Кузбасс-2. Далее смотрите рубрику интервью. Гость нашей студии сегодня Ксения Лебедева, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по республике Хакасия. Сегодня мы поговорим о навязывании страховщиками дополнительных услуг при страховании автомобиля. Не пропустите. Увидимся на канале Россия 24.